большой привет из одессы дорогие телезрители приветствую вас на канале одесской кухни очень долго думал чтобы с утра сегодня такого вкусного приготовить да так что потом удивить родных и самому остаться таки очень довольны сегодня будем готовить блюдо для любителей сало а также для любителей острых ощущений совмещаем эти два варианта и получаем рецепт соленое сало острое сухой посол чтобы рецепт был таки ароматным чтобы рецепт получился соленым и острым спешим рассказать первый одесский анекдот молодой человек нанимается на работу в оперный театр господин директор послушайте да за 200 долларов я могу сделать лучший массаж всем вашим балерина все считайте что мы договорились деньги при вас ингредиенты снимаем только в полный рост пол килограмма правильного свежего свиного сала 1 чайная ложка паприки 3 зубчика чеснока 1 чайная ложка жгучего перца чили пол чайной ложки смеси 4 перцев зеленый красный белый черный а также 70 грамм соли дорогие телезрители покупаем нужные ингредиенты готовить сегодня будем шедевр под названием острое жгучее соленое сало сухой посол соленое сало острое первый секрет он заключается в том что прежде чем сало солить его нужно подготовить мы его ровно на сутки кладем в морозилку потом размораживаем и продолжаем процесс соления чтобы правильно выбрать свиного сала ну на самом деле нужно просто знать определенные тонкости определенные моменты идеальное свиное сало которое взято со спины или боков хрюши между поясницей и шеи толщина толщина сала должна быть от двух с половиной до четырех с половиной сантиметров но данном случае у нас два с половиной сантиметра 2 и 7 просто идеально скажу вам по секрету чем тоньше сало тем быстрее нас улица и тем как правило но мягче как определяется мягкое сало берем ножик или острый предмет и просто протыкаем если на уходит легко без рывков а чтобы сало было мягким если у нас доверительное отношение с мясником с хозяевами которые продают свинину хрюша должна быть возраста около девяти десяти месяцев это идеальный вариант также имеет значение чем хрюшу кормили если кормили разными злаковыми то есть мульти злаковой пищей то сало таки будет ароматно дальше есть свинки папы есть свинки мамы нам нужно выбрать свинку которая мама почему потому что папа пахнет мочевиной мочой очень неприятно как это определить на рынке или в магазине покупаем кусочек сала поджигаем зажигалка и если такие мы нарвались на хряка там это сразу почувствовать своим носом хорошие сало считается сало с прорезью но в данном случае ведь у нас есть небольшая прорезь мяса шкурка должна быть тоненькой и легко отходить ведь и надавливаем очень хорошо легко отходит и тоненькая теперь что касается цвета сало может иметь только два вида цвета либо белая либо бело-розовая все остальные цвета сало категорически неправильно желтый если имеется куда желтый оттенок либо желтая не вздумайте брать это сало и должно быть одного цвета на всем протяжении при выборе с обязательно к нему принюхайтесь не стесняйтесь сало должно иметь такой приятный свежий чуть сладковатый аромат если нам удалось купить сало которая шмалена соломая поверьте такое сало вы не забудьте никогда конечно редко сейчас это делал особенно в городе но бывает даже в город на рынок завозят такие парную свинину парное мясо парное сало вообще запах паленой саломы его ничем не сравнить это лучшая естественно пряность для соленого сала лучшая есть все такой интересный момент при надавливании то есть ямка должна оставаться ведь это говорит о том что сало свежее и таки правильно идем дальше по этой рецептуре салат будет солиться ровно пять дней для того чтобы это случилось ему нужно помочь ну во первых сало тонкое 2 с половиной сантиметра во вторых что быстрее на просолилась каждые четыре сантиметра делаем прорезь не доходя пол сантиметра до шкурки главная специя которую будем использовать это соль берем 70 грамм каменной соль нигде раваны не измельчена не экстра а именно вот примерно такая то есть крупная соль должна быть крупная категорически другие варианты просто не рассматриваются что касается пряности нам понадобится пол чайной ложки черного молотого перца жгучий перец и паприка ну жгучий перец и паприка уже измельченные а черный молотый перец мы сейчас полностью полностью перетрем порошок завершили процесс изнурительно перемалывания дальше добавляем одну чайную ложку жгучего перца он же перец чили вот такой красавец для любителей острых ощущений и от половины до одной чайной ложки паприки все это вместе перемешиваем и так пряности нас готова что осталось остался чеснок нам понадобится три зубчика чеснока освобождаем чеснок от несъедобной части а также некондиционно может где-то испорчен обязательно просматривайте и шинкуем чеснок слайс им поперек волокон с шагом 2 миллиметра толщина 2 миллиметра соленое сало прямо на глазах становятся солеными острым и чтобы такими получили сто процентный результат спешим рассказать еще один одесский анекдот идет суд в одессе гражданка рабинович мы рассматриваем ваш кис гражданину зильберману когда был этот случай изнасилования о господин судья это было все лето перекладываем чеснок чесночок у нас готов теперь собираем конструктор чеснок соль жгучие пряности острые категорически острые пряности так сергон не мешает сего собственно сало солить сало будем в миске вот такой вот под прессом либо это эмалированная миска либо пищевой качественный пластик так чего начнем ну давайте кручу верчу выиграть что-то хочу так там где мы прорезывали сало добавляем чеснок аромат распространяется по комнате мамочки так с первым моментом закончили переходим к следующему этапу чем же обеспечена жгучесть конечно же черный молотым перцем и жгучим перцем чили ах но это для любителей острых ощущений так перетираем какой уж красивый амбут сало начинаем из боков если здорово задачи мы отлично справились дальше берем миску на дно насыпаем это процентов 25 соли выкладываем сюда сало дальше просаливаем по бокам засолка по бокам все остальное сверху выставим холодной комнате либо в холодильнике идеальная температура просаливания сама плюс 10-12 градусов уже через три дня можно отрезать небольшой кусочек и ответы только для любителей острых ощущений конце накрываем тарелкой выставляем сверху тяжесть несколько килограмм если сало имеет более внушительные прослойки мяса тогда через сутки нужно будет просто слить жидкость потому что при солении мясо отдает влагу кладем в холодное помещение либо в холодильник ровно на 5 дней через три дня можно же начинать пробовать дегустировать если от одного вида вам стало остро и жгучее приятно на душе значит все говорит о том что прошло пять дней и острый сухой посол соленого сала таки готов когда пройдет положенный срок достаем сало счищаем с него лишнюю соль освобождаем его от чеснока пряности конечно же оставляем до встречи финале друзья когда нам понравится когда вы захотите то еще раз отведать много-много-много раз не скупитесь обязательно поделитесь с лучшими друзьями знакомыми родственниками подругами если есть возможность выставите ссылку на этот замечательный натуральный продукт социальные сети и кулинарные форумы и другие тренд ресурсы ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя и своих родных приятного аппетита пока все самое приятного вкусного и хорошего в этой жизни